В Украине отмечают день освобождения Донбасса. Поздравить с этим праздником ветеранов-освободителей в Славянск приехали народные депутаты. О чем говорили в материале наших корреспондентов. В 1943-м сержант Усачев освобождал Донбасс от гитлеровцев. Сегодня Семену Ивановичу 93 года. Ветеран рассказывает, тогда неимеверными усилиями солдаты прорвали оборону противника и освободили родную землю. С болью вспоминает тот день, когда потерял несколько десятков боевых товарищей. Посадки как и не было. А там были кухни, снаряды, пушки. Как будто и не было. Главное – живите. Вы больше всего, что нужно, это нужно, чтобы вы живете. Нардеп Наталья Королевская приехала на Донбасс, чтобы поздравить с юбилеем ветерана. Сегодня бывший фронтовик вместе с семьей и земляками отмечает день освобождения Донбасса. С тех пор прошло ровно 75 лет. Семен Иванович помнит номер воинских частей и название всех сел и городов, через которые с боями прошел в составе своего 30-го полка. А его главным биографом стала внучка Маша. Он рассказывает, как он прошел боевой путь. Он мне много о чем рассказывает. И это все записываю в тетрадку. У меня уже много тетрадок. Сегодня здесь, на Донбассе, мы посещаем людей, и, к сожалению, уже единицы настоящих освободителей. Тех, кто освобождали Донецк, Снежное, Шахтерск, Славянск. Те, кто тогда, 75 лет назад, были еще мальчишками. Им по 17, по 18 лет было, но они шли и освобождали свою родину. После войны популярным на всю страну фронтовика сделала почтовая открытка. На ней солдат, куском штукатурки, выводит на здание поверженного Рейхстага свою фамилию – Усачев. Побывала в гостях нардеп и у Любови Печко. Женщина прошла всю войну. С особым трепетом хранит письма, грамоты и даже памятку, которую ей выдали после мобилизации. А два года назад, на параде в честь Дня Победы, вместо поздравлений ее облили зеленкой радикалы. Оппозиционеры тогда требовали наказать молодчиков. Сама Любовь Самуиловна говорит, зла на обидчиков не держит. И сейчас сожалеет только о том, что стала свидетелем еще одной уже не объявленной войны. Хотя бы кончилась эта война, она, наверное, не кончится никогда. Вот эта война. Они шли побеждать. Они верили в себя, верили в свою страну. Они верили в то, что победа будет за ними. Для того, чтобы нам, их внукам, правнукам, детям, подарить на 70 лет мир на нашей земле. И сегодня наш первый и самый важный долг перед ним. Честь памяти о них передать правильную историю. Честную и правдивую. Иван Петров, Наталья Шумакова. Подробности телеканал Интер.